Спасибо пацанам. Как вас зовут? Авагян Гранд Седракович, гражданин Армении. Живу мы в Украине уже 6 лет. Жена, гражданка Украины, Авагян Милине Минасовна, погибла 7-го часа. В квартире, снаряд попал прямо в квартиру, где она с сестрой собирала вещи. Дети у меня трое, самая маленькая, 2 годика. Не знаю, где они находятся сейчас. Сыну 8 лет, Авагян Седрак Грандович. Дочки, Лачиня Лилит Грандович. Малая самая, 2 годика, Авагян Адель Грандович. 7-го числа попал снаряд в дом. Убил жену и ее сестру. Откуда снаряд был выпущен? В снаряд выпущен был. Где это, Кругозор, магазин. Мы были на проспект Победы. Там стояла и украинская армия. Стрелял в упор. Этот ее костер сожег, чтобы греть что-нибудь для детей. На дым они снаряд выпустили. Мне кажется так. Сын выбегает на улицу. Говорит, папа, ты живой? Говорит, живой. Говорит, маму убили. Говорит, мама погибла. Хоть ты остался живой. Говорит, сын, подожди. На этот момент прийти это стоят. Попадает опять. И на первом биле. Я сыну подо мной. Говорит, сын, бежать сюда. У меня было ранение. Ага, вот. 7 числа. Какая-то сумма с тобой у меня? Пуля эта. Осколька зашла отсюда. Вышла оттуда. Рана уже все. Перелом ноги. У меня оперировано живот. Вот. Кишки все. Это мочевой пузырь печи. Было засечено этом. Осколька. Доктора сказали, если выживешь 10 дней, выживешь дальше. А если нет, нет. 19 числа, если я не ошибаюсь, доктора. В 4 больнице. Уехали, бросали нас. Травматологию. Все. Там самая большая. В травматологию было 60 и больше человек, которые не передвижены. Которые не... Сбежали все. Остались только семя докторов-щепетильников. Но они же не хирурги. Они ничего не могли для нас сделать. Они то, что могли, то сбивать температуру. А 4 дня назад, 5 дней назад, начали военные украинские, которые вроде защищают нас, эти скоты, как они назвали. Что мы скоты для них. И живой щит для них. Они поднимаются вверх. В 4 этаж поднимаются. Расстреливают сами сыпи. Они в ответку к нам стреляют. Потом в палатах гнездо делают для пулеметчика. Люди там плачут, кричат. Оставьте здесь. Оставьте нас. Вы тоже люди. Какие не люди. Вы просто скоты для нас. Вот. Зелинский, привет, сука. Я тебя убью. Я поймаю. Чтоб твои дети чувствовали то же самое, что мои дети чувствуют сейчас. И что они не знают, их отец живой или нет. Знают, что мать погиб. Если твоих детей не было матери, как ты это почувствовал? Что она делала вам? Что? Зачем я эту войну с Америкой? Зачем? Сейчас, скажите, пришли сюда подразделения российские, ДНР. Сейчас я это скажу. Подождите, подождите, пацаны. Серёжа, запиши, контрольную. А это? Пришли подвал, эвакуировали нас трое волонтеров. Виталик, Жека и Серёжа. Перенесли всех, травматологи, там остались правы, люди трое. Или не знаю, не было возможности. А на следующий день, когда зашли российские войска, какие-то, знаете, надежда, второй час жизни, которые... Пришли люди, руки, пожали руки. Как дела? Как у вас? Всё нормально? Родные? Воды дали нам. Воды дали. Сказали, всё будет хорошо, вас будут эвакуировать. Чувствуется, как это, как человеческий подход. А не то эти гады, которые нас называют статом, животными, или что ещё, живущие. Пришли россияны, ДНР, каждый... Каждые два часа заходят, смотрят, спрашивают, как у вас там дела. Терпите, как время будет, будем эвакуировать, как будет безопасно, будем эвакуировать. Понимаю. Вот здесь, смотрите, какие условия у нас. В подвале течёт канализация, сыро. Оперирована нога, живот. У всех раны такие, не могут передвигаться. Ночью боль жуткая, не можем спать, стонем. Спасибо, ДНР, спасибо, царады России, которые пришли, хоть дали шанс, что можем ночью хоть спокойно спать. А там месяц я лилю там открытыми глазами, не могу спать, стонем летают. Стреляли прям по больнице. Миномётами стреляли, обстреливали больницу тоже. Стрелковая. Всего с чего можно. Даже заезжали под больницу и стреляли прям по больнице. Бегали в больнице, прям тягали оружие. Миномёты на крышу. Миномёты. Вот мне жена записку передала, писала, вот, что людей расстреливают. Вот она мне писала, говорит, больше не прыгну. Страшно очень. Это моя вахта.